Прямой эфир телеканала Россия продолжает вести Ульяновского региона в студии Ирина Шмыгова. Здравствуйте и коротко о главном. Свобода или птичья жизнь в клетке? Считаю, что мы одержали абсолютную победу в суде, отбившись по всем эпизодам. История с хищением чертовой дюжины картин Никаса Сафронова завершена. Чем расскажет Павел Игнатьев? Почти дождались. Там все-таки тепло, светло, очень хорошо. В селе Дмитриево-Помрязькино в конце января откроют новый модульный ФАП. От встречи до расставания максимум две недели. Отработавшие новогодние праздники елки далее превращаются либо в технический грунт, либо в коммунальный арт-объект. Сейчас думаем, какие способы дальнейшего обращения съемки еще можно привнести в нашу извизу. Долгие судебные тяжбы и 50 томов уголовного дела. Наступила развязка резонансного дела о хищении картины у художника Никаса Сафронова. Несколько лет назад живописец не досчитал все 13 полотен. В краже заподозрили экс-директора Ленинского мемориала Эдуарда Шабалина. В итоге именно он оказался на скамье подсудимых. И накануне вечером Ленинский районный суд вынес свой вердикт. Чем закончился громкий процесс, расскажет Павел Игнатьев. Вот Никас Сафронов вручает свое художественное творение импозантному Жерару де Пардье. И награждает шикарным букетом неподражаемую Арнеллу Мутти. А в перерывах между широкими жестами судится со своими обидчиками, расхитителями его живописных полотен. На этот раз стрелы негодований полетели в экс-директора Ленинского мемориала Эдуарда Шабалина. Его Никас Сафронов обвинил в краже 13 картин. В разные годы они экспонировались в мем-центре, но в 2015 году бесследно исчезли. Общая сумма похищенных картин составляла 22 миллиона рублей. В итоге все они нашлись, но отвечать за их пропажу все равно пришлось Шабалину. Попутно ему инкриминировали еще несколько преступлений, мошенничество в особо крупном размере и превышение полномочий в ущерб интересам службы. Гособвинение запросило для Шабалина 6 лет реального срока. Мы считаем, что его вина нашла свое полное подтверждение. Это и показания потерпевших, показания свидетелей, а также объективные доказательства по настоящему уголовному делу. Однако сам подсудимый своей вины не признал ни по одному из предписываемых ему преступлений. На оглашение приговора ушло 5,5 часов. Увесистая папка в руках судей становилась все тоньше. Доводы гособвинения то и дело отвергались. По четырем эпизодам из пяти суд вынес одинаковый вердикт. В итоге Шабалина признали виновным в краже трех сафроновских полотен. Они, к слову, стены мемцентра так и не покинули. Следователи отыскали их там же, где они и пропали. В рабочем кабинете бывшего руководителя. А вот четвертую картину «Свобода или птичья жизнь в клетке» так никто и не увидел. Свободу у Шаблина отобрать не смогли. Приговор 2,5 года. Условно. Я считаю, что мы одержали абсолютную победу в суде, отбившись по всем эпизодам. И я удовлетворен. Рад уже тем, что я на свободе имею возможность дальше бороться за свое честное имя. Многолетняя судебная тяжба, судя по всему, позади. Эдуард Шабалин ликует в окружении родных и друзей. Говорит, что верил в такой исход. Изнеможденный, но довольный. Здание суда Шабалин покидает не под конвоем, а свободным человеком. Павел Игнатьев, Дамир Губеев, Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Укрепить первичное медицинское звено. Такую установку дал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Глава государства поручил до конца года создать в стране сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Ведется ли эта работа в нашем регионе, узнавал Эдуард Истомин. В селе Дмитриево-Помрязкино живут на позитиве. Настроение поднял новый модульный ФАП. Его возвели в прошлом году за 7 миллионов рублей. Сейчас сюда завозят мебель и медоборудование. В конце января долгожданное открытие. Данный ФАП был построен в рамках национального проекта травмохранения, в рамках программы устойчивого развития сельских территорий. Здесь достаточно помещений для приема нашего населения. Здесь ФАП оборудован всем необходимым для того, чтобы было удобно здесь находиться с гражданами маломобильным, так скажем. Предыдущий пункт ютился на птичьих правах в соседнем здании. Здесь арендовали тесные помещения с дорогой коммуналкой. У нового же ФАПа свой газовый котел. Расходы на отопление в полтора раза ниже. Здесь освещение очень хорошее, даже очень. Мы прям рады, что освещение такое. Тепло. Даже с стеной зайдешь, такое приятное ощущение, как будто это. Ну, хочется сюда, хочется на работу. Больным всем хочется. Бегом бегут, посмотрите, какой у нас новый ФАП. Детей будут отдельно принимать, маленьких. Взрослых отдельно у нас. Так это очень хорошо даже. Продала свою квартиру, приехала сюда жить. А вот это вот мимо проходишь даже, и то сердце рануете, понимаете. Вот как будто вот, а то заходишь, как какой-то вот маузолей, что ли, заходишь. Прямо сердце занимает тепло, светло. Очень хорошо. Сельчане делились и другими впечатлениями. Накануне они слушали президентское послание Федеральному собранию. Владимир Путин дал четкую установку. Завершить развертывание фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году. Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления, и сходу сопровождают людей, сопровождают людей в райцентр. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям. В Дмитриево-Помрянске на ФАП еще не открыли, но фельдшеры не скучают. Сегодня они в составе мобильной бригады из района. Медики вместе с соцработниками навестили семью каратистских. Пенсионерам померили давление. У соцзащиты другие заботы. Они делают разъяснение пенсионерам. У пожилых людей немало вопросов. Их интересуют и льготы по коммуналке, а еще размер субсидий и компенсации. Также касается и оздоровления. Так как органы социальной защиты предоставляют гражданам старшего поколения, неработающим пенсионерам, путевки в определенные санаторно-курортные учреждения. За день бригада навещает около 30 пожилых сельчан. А недавно ей выделили просторную машину. Новое авто помогает медикам и соцработникам быстрее доехать до пенсионеров. Эдуард Истомин, Александр Абрамов. Вести Ульяновск из Старомайнского района. Опасно тонкий лед стал причиной сокращения количества купелей в Ульяновске. На некоторых участках его толщина не превышает 10 сантиметров. Есть риск провалиться и серьезно пострадать. Именно поэтому власти города серьезно занялись вопросами обеспечения безопасности в Крещенскую ночь. С обращением к ульяновцам и руководителям соответствующих ведомств обратился Сергей Панчин. Мы должны на сегодняшний день полностью обеспечить недоступа на селение на лед. Мы определили на сегодняшний день все места, которые можно будет посещать и где произвести обряд. Это село Арское и село Погрибы в Засвиярском районе. Это белые ключи поселок Плодовый в железнодорожном районе. И очень попрошу обеспечить, во-первых, освещение, обеспечить доступ к транспорту, обеспечить вот эти вот автомобильные стоянки, обеспечить работу дружинников, ГАИ, для того, чтобы не создать там коллапсы. В Крещенскую ночь для ульяновцев с 23 часов 18 января до 2 ночи 19 января автобусы маршрута номер 96, улица Репина, поселок Плодовый, будут курсировать с 20-ти минутным интервалом. На этом транспорте можно добраться до купелей на прудах поселков Белый Ключ и Плодовый. Кроме того, в 20.40 от остановки Центробанк в село Арское пассажиров отвезет автобус номер 66. В обратный рейс он отправится в час 30. В 2.10 два автобуса заберут ульяновцев от храма святителя Николая на проспекте авиастроителей, после чего один проследует до проспекта врача Сурова, второй по проспектам генерала Тюленева, Ленинского комсомола, Дружбы народов, Туполева и Созидателей. Новогодние праздники закончились, и зеленые красавицы постепенно покидают дома ульяновцев. До недавнего времени елки оказывались на полигонах, где их закапывали. С этого года сотрудники предприятия Горкомхоз придумали, как дать отслужившим деревьям вторую жизнь. Компания собирает елки из контейнерных площадок города и с помощью дробильного аппарата перерабатывают сырье для производства технического грунта. Работа выполняется быстро. Такое приспособление способно перерабатывать до 50 тонн в час. Есть и еще один вариант использования елок – изготовление коммунальных арт-объектов. Такие площадки мы уже делали. Одна из таких площадок два года стоит на улице Ленина. В прошлом году мы сделали площадку и поставили в Мане. Поэтому сейчас думаем, какие способы дальнейшего обращения с елками еще можно примести в нашу жизнь, закрасить. Так что, если хотите, чтобы елка пошла в дело, необходимо оставить ее на контейнерной площадке для крупногабаритного мусора. А юноши при Волжье плавят лед в око-лидер. В эти дни в Ульяновске проходит четвертый тур первенства Приволжского федерального округа по хоккею. Сревнуются юноша до 12 лет. За право называться чемпионами сражаются пять команд. Ульяновская сборная лидер, Дзержинский уран, гости из Сарова с одноименным названием, а также команды Мордовия и Чебоксары юниор. Старт первенства был дан накануне. Позади уже два соревновательных дня. Хоккеисты 73-го региона из команды «Лидер» уже сразились со спортсменами из Чувашии и Дзержинск. Прошлый тур мы сыграли, более удачно начали. И, в принципе, на протяжении всего тура прошлого мы лучше отыграли. В этом туре мы начали с поражения. Но, я думаю, у нас все в наших руках. У нас все получится. Как отметил тренер, соперники достойны. Хороший уровень подготовки. Со многими командами ульяновцы уже встречались на турнирах. Впрочем, чем сложнее игра, тем интереснее и слаще победа. У них много мальчиков перешло с группы А, более сильной группы. И у них как бы отбор идет. Мальчики все хорошие там. Накануне игра с командой «Уран» завершилась в пользу Дзержинской команды. На последних минутах Нижегородской сборной удалось перевесить счет в свою пользу 5-4. Впрочем, болельщиков ждут еще три соревновательных дня. Противостояние между командами «Лидер», «Мордовия» и «Саров» можно увидеть 17 и 18 января. Начало в 12.00. На этом наш выпуск завершен. Я благодарю вас за внимание. Далее информация о погоде. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До встречи. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok